Спасибо большое всем, что собрались. Наименование нашей панели имеется на экране, но не всем видно. Я прочитаю его. Чему учит школа современного школьника и что нужно самому школьнику в веке цифровых технологий. Я являюсь модератором панельной дискуссии, академиком Российской Академии Наук, директором Института кибернетики и образовательной информатики Российской Академии Наук, профессором МГУ и главным экспертом Высшей Школы Экономики. Сейчас я представлю других участников. Гарри Патринос Итак, с нами сегодня менеджер глобальной практики в области образования для регионов Европы и Центральной Азии Всемирного банка Гарри Патринос. Они заменяются вопросами государственного сотрудничества, вопросами банковского образования. Мария Сергеевна Добрякова, эксперт Института образования Высшей Школы Экономики, руководитель международного проекта «Ключевые компетенции и новая грамотность». Александр Валерьевич Бричкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник», кандидат экономических наук. Марк Новомович Сартан, руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа». Сейчас он вместе со своей командой работает на создании инновационно-образовательного комплекса в Иркутске по заказу благодарительного фонда «Новый дом». Виктория Александровна Шиманская, доктор психологии, эксперт в области развития эмоционального интеллекта, преподаватель МГИМО, Московского института психоанализа, автор и руководитель проекта «Скиллфолио». Мы будем работать таким образом. Сейчас будут небольшие позиционные выступления участников нашей панели. Мы ориентируемся примерно на 4 минуты. Некоторые из них будут сопровождаться презентациями на экране, так что старайтесь смотреть, если кто-то сможет увидеть. И после этого будет, я надеюсь, останется время для задания вопросов, общей дискуссии, подведения итогов. Пожалуйста, мы будем работать в основном по-русски, но все-таки некоторые выступления будут по-английски. Я надеюсь, что все справятся. Welcome, доктор Патрининс. Спасибо большое. Я рад быть здесь. Надеюсь на плодотворную дискуссию. Позвольте мне сделать несколько комментариев. Я считаю, что мы живем в то время, когда прогресс абсолютно невероятен. С точки зрения развития социальных благ, мы видим, как растет продолжительность жизни. С 90-х годов она выросла в среднем на 7 лет. Смертность среди детей опустилась на почти 20% также с середины 90-х. Все больше и больше детей получают доступ к школьному образованию. Итак, мы видим прогресс в сфере образования и в других сферах. Сейчас все больше людей получают возможность на образование. Тем не менее, перед нами стоит огромное число вызовов. Во-первых, мы видим, что спрос на рынке, на профессиональном рынке меняется. Меняется спрос в экономике. Это будет влиять на то, чему мы учим наших детей и чего вообще ученики ждут от школ, от образовательных учреждений. Мы видим, что существенно сократился спрос на приобретение навыков, которые предусматриваются какой-то повторяющейся работой, повторяющейся деятельностью монотонной. Мы видим, что сейчас люди очень хотят получать какие-то социальные навыки. Это очень в высоком спросе находится сейчас на рынке. Согласно Всемирному экономическому форуму, сейчас начинается индустриальная революция 4.0. Но вопрос в следующем. Подошли ли мы хотя бы близко к образованию 4.0? Да, образование доступно по всему миру. Есть различные методы образования. Но, к сожалению, мы видим и проблемы. Эволюция образования привела к тому, что для многих детей теперь получение образования стало более легким процессом. Доступ к образованию стал более легким. Но появились и новые вызовы. Мы сейчас говорим о персонализированном образовании, но этой цели еще не достигнута. Итак, чему мы будем учить наших детей в будущем? Я считаю, что навыки должны быть релевантны. к сегодняшнему дню и рынку. И среди этих навыков это навык разрешения задач, это коммуникационные навыки, умение учиться. Это очень важно для того, чтобы люди продолжали учиться на протяжении всей их жизни, ведь продолжительность жизни повысилась. Мы будем дольше учиться, мы будем дольше работать. Это вообще изменяет всю парадигму того, как мы существуем в этом мире. Нам нужны для этого новые навыки. Мы будем наблюдать все большую и большую необходимость в коммуникации, в групповой работе. И это не только какие-то абстрактные концепты. Они вполне себе конкретно измеряются с точки зрения работодателей, с точки зрения рынка. И мы видим действительно спрос на такие навыки. Итак, сейчас мы видим переход от того, что требуют на рынке, и от того, какие навыки хотят получить дети, их родители. Мы видим, что не совпадают эти два поля. Тим Тимберген, Нобелевский лауреат, писал о том, что у школ не получается уследить за технологическими переменами и предоставить равные возможности для всех. И мы видим, что в 21 веке эта гонка показывает нам, что лидер – это технологии, а не образовательная система. Поэтому нам действовать нужно быстро, иначе неравенство будет только-только усугубляться. И все больше людей будут абсолютно недовольными тем, какая ситуация складывается сегодня на рынке труда. Большое спасибо. Спасибо. Четыре минуты, как мы и предлагали всем. Мария Сергеевна, пожалуйста. Спасибо большое. Гарри, большое спасибо вам за ваши... За ваши комментарии. Гарри сделал прекрасное введение в эту проблематику. А я коротко расскажу о том, как мы пытались разобраться, что страны, которые считаются наиболее успешными в сфере образования, пытались и пытаются сделать, чтобы сделать школу такой, в которой наши дети становились бы в будущем успешными и счастливыми. Мы выполнили большой, завершаем его международный проект. При поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Проект выполнялся с лучшими школами образования со всего мира. В России это Московский городской педагогический университет и высшая школа экономик. Это коллеги из Великобритании, Канады, Китая, Южной Кореи, Польши, США и Финляндии. Мы работали в тесном сотрудничестве с коллегами из ОСР, из ЮНЕСКО, а также из Всемирного банка. Мы старались разобраться, каковы, вот мы видим в множестве списков компетентностей, грамотностей, их можно найти, ну не меньше сотни точно, какие-то из них более авторитетные, какие-то менее. Мы старались сперва разобраться, а что тут будет более правильно, какие компоновки более устойчивые, какие более верные, где синонимы, что можно выкинуть. И в конечном счете мы пришли вот к такой вот модели, которая здесь представлена справа. Все компетентности так или иначе можно отнести к трем крупным блокам. Это компетентность, связанная с мышлением, все мыслительные процессы, которые протекают в нашей голове. Второе, это компетентность взаимодействия с другими людьми, когда я общаюсь, могу быть членом, участником команды коллектива, могу понимать, что есть объективно другие интересы у других людей, у других групп. И одновременно я могу быть в роли лидера в случаях, когда это необходимо, могу выступать, вести людей за собой, могу убеждать, аргументировать. Я умею гибко переключаться между двумя этими ролями, для меня это органично и естественно. И третий большой блок компетентности, это компетентность, как бычка, взаимодействия с самим собой. Когда я управляю своими эмоциями, умею их узнавать, распознавать, умею себя регулировать, умею себя мотивировать и настраивать на выполнение некоторого действия. Как Том Сойер, который красил забор. Я умею рефлексивно относиться к тому, что я сделал и как-то корректировать на будущее то, что у меня не получалось прежде. То есть я умею мыслить, я умею взаимодействовать с другими, я умею взаимодействовать с собой. Мы также старались разобраться с большим блоком того, что называется грамотность, то, что называется literacy по-английски. Потому что ведь подумайте, каких только грамотностей мы не встречаем в этих списках. Финансовая, медицинская, экологическая, цифровая, правовая, культурная, какая только не. И мы разобрались, поняли, что есть два ключевых вида грамотности. Первый – это работа с информацией и с теми инструментами, которые необходимы для работы с информацией. И эта грамотность, она строится вокруг привычных, традиционных читать, писать, считать, но которые эволюционируют до тех технологий, которые приняты в данном обществе. Получается, что они проявляются и в цифровой среде, то есть это читать, писать, считать, в том числе в цифровой среде для разных задач, в разных контекстах, в разных аудиториях, используя языки естественно-человеческие и языки формальные, когда я общаюсь условно в режиме «человек-машина». И есть совершенно другой тип, он тоже называется грамотности, но по сути своей. Это не грамотность, а это наборы актуальных знаний, это осведомленность в определенных актуальных областях. И к этому блоку относятся финансовая грамотность, медицинская, экологическая и прочие предметные грамотности. Обобщили мы зарубежный опыт, каким образом коллеги в странах-лидерах образования добавляют задачи формирования компетентностей, плюс задачи освоения предметных знаний. Выделили общие черты. И черты эти таковы. Первое – это мощнейшая поддержка педагогов, учителей. Это не когда мы их ругаем, что ты что-то не так делаешь, а именно поддержка методическая и моральная. Второе – это общая площадка, общая прозрачность, общее видение со всеми стейкхолдерами. Когда страна, правительство целенаправленно вкладывало средства, ресурсы, силы в то, чтобы общаться с родителями, учащимися, бизнес-сообществом. И все так или иначе видят в себе какое-то общее будущее. То есть это залог успешности реформ, поскольку в образовании реформы не бывают быстрыми. А в странах успешных в образовании компетентности собраны во внятный четкий перечень. И он знаком любому учителю. Компетентности вплетены в предметное знание. И итоговое оценивание, итоговая тестация, как, например, наш ЕГЭ, должен был бы включать оценку универсальных компетентностей. Тогда это становится релевантным и для учителя, и для родителей, и для детей. И что касается педагогических практик, задача в том, чтобы не учитель фронтально перед классом выступал и сообщал некоторые знания, а на том, чтобы стимулировать собственную деятельность учебного ученика, когда ученик сам в позиции переоткрывать или заново для себя открывать этот мир. Это помогает ему и быть заинтересованным, и лучше склеивать в голове взаимосвязи, которые нужно склеить. То есть задачи и учеба, они релевантны опыту ученика. Мы провели также большое исследование учителей и родителей, чтобы понять, как обстоит дело в России. Этот проект мы выполняли в партнерстве с корпорацией «Российский учебник». Мы выявили, что учителя считают... Ну, мы что-то выявили. Мы что-то выявили. Спасибо. Александр Магеневич, пожалуйста, «Российский учебник» непосредственно принимает стафеду. Спасибо. Вот тема сегодня звучит про то, что, собственно, нужно школьнику в эпоху цифровой экономики. А кто-нибудь задумывался, чем эпоха цифровой экономики отличается от предыдущих эпох? Вот в чём главное различие? Действительно в информации. Потому что если говорить про известную аббревиатуру ВУКа, то на самом деле даже в истории России были периоды, когда эту аббревиатуру можно было смело применять. Там 1917 год, 1941 и так далее. Но то, что сейчас происходит с информацией, это действительно просто взрыв. Объём информации растёт экспоненциально. То есть её столько, её такое количество, что крайне сложно становится извлекать из неё смысл. И это, на мой взгляд, ключевая проблема. Почему я так говорю? Я так говорю с позиции работодателя. Я регулярно принимаю на работу различных людей, в том числе руководителей. И, собственно, что я вижу? Что именно навыки работы с информацией у многих людей напрочь отсутствуют. Они не могут анализировать информацию, не могут выделять из неё главное, не могут искать необходимую информацию. Они, в принципе, не могут думать статистически. То есть, сталкиваясь с каким-то явлением, они его, это явление, по сути, распространяют на всю совокупность того, что происходит в мире. Они в плену когнитивных, извините, искажений. То есть, эвристика подобия – это, наверное, самое распространённое когнитивное заблуждение, которое встречается всегда и везде. Когда человек, то, что происходит лично с ним, считает, что это происходит, ну, извините, вот как бы и со всеми. И если говорить про то, что действительно было бы важно в эпоху цифровой экономики, на мой взгляд, это прежде всего умение работать с информацией. И это целый комплекс умений, который в том числе включает в себя и навыки критического мышления, и навыки статистического мышления, и чёткое понимание моментов, когда человек испытывает те самые когнитивные искажения, то есть навыки, по сути, самоконтроля, то есть некой отстранённой позиции, позиции наблюдателя по отношению к собственному мышлению. И умение в этой ситуации мышление рассматривать тоже как некий процесс, которым действительно можно управлять. И, на мой взгляд, именно эти навыки, они позволят в будущем мире цифровой экономики, информационных технологий выживать и, главное, становиться успешным. Потому что, ну, извините, всё остальное, по большому счёту, может быть, кроме творчества, может быть, реализовано машиной. Спасибо большое. Марк Новымович. Да, будьте добры, презентацию, пожалуйста. Спасибо. Да, как справедливо отметил Алексей Львович, мы работаем над проектом большого образовательного комплекса в Иркутске. Отклики можно? Отклики, от фонда, на два. Да. Спасибо. Мы работаем над большим образовательным комплексом в Иркутске, который создаётся по заказу благотворительного фонда «Новый дом». Это огромная школа, она уже строится, через год она откроется, а мы разрабатываем её образовательную систему. И перед нами встала задача, которую сегодня уже касались мои коллеги на дискуссии, о том, что, вообще говоря, надо разрешить парадокс. Мы все говорим, что мир неопределённый, меняется он прям вообще так стремительно быстро, что никто не знает, что нас ждёт в будущем. А образовательный результат, да, и сегодня, и такой, который он в этом будущем точно понадобится. Это прям серьёзный парадокс, и его надо решать, ну, так сказать, с определённой смелостью. Мы взяли на себя определённую смелость оторваться от некоторой конкретики, от того, цифры, не цифры, мы не знаем, будет цифра через 20 лет, или какой-нибудь нейрин, нейтрон, или какие-нибудь ещё связи, или телепатические, или ещё будут какие-то, да. Нельзя ориентироваться, строя образовательный результат для будущего, на то, что требуется сегодня. Надо двигаться не в школу завтра, а в школу послезавтра. И мы сформулировали для себя такой образовательный результат, который точно будет востребован, как бы не разворачивались события. Выпускник умной школы – это человек, который умеет ответственно распоряжаться собственной жизнью. Вот умение ответственно распоряжаться собственной жизнью у нас серьёзно продумано, расшифровано, разработана целая технология жизненного проектирования, которая, кстати, получила первое место на серьёзном конкурсе науки 21 века, организованного Сбербанком. И мы расшифровываем её как определённую модель образовательных результатов. Мы выбрали культуросообразный подход, то есть целостная личность, у неё гармонично развиты три культуры. Это культура саморазвития, это культура взаимодействия и культура созидания. Обратите внимание, что на пересечении этих культур возникают очень важные ценностные основания, на которые опирается вся образовательная система, разработанная нами школой. На пересечении созидания и взаимодействия естественным образом рождается ценность сотрудничества, на пересечении созидания и саморазвития естественным образом появляется ценность авторства, и на пересечении саморазвития и взаимодействия появляется ценность достоинства. Дальше спасибо большое Марии Добряковой за, можно сказать, некоторые предисловия к тому, о чём я говорю. Мы сравнили с той самой компетентной моделью, которую коллега сегодня представила. Она появилась для нас в публикации в учительской газете в июле этого года, а наша модель образовательного результата была разработана за два года до того, и с интересом и с удивлением обнаружили две трети совпадения. То есть, когда мы говорим о трех культурах, а коллеги говорят о трех видах компетентности, мы видим, что практически одно слово в слово совпадает наш подход в культурах саморазвития, это в компетентном взаимодействии с собой, и в культурах взаимодействия, компетентном взаимодействии с другими. Но есть одно важное различие, на которое я тоже хотел бы обратить внимание. Мы говорим о третьей компоненте, это культуре созидания. Коллеги говорят о компетентности мышления. Это, безусловно, очень важная история, но для нас мышление это не более чем инструмент для чего-то. И созидание мы видим как более высокую задачу. И, кстати говоря, вот этой созидательности, креативности, о которой только что, кстати, упоминал Александр, мне не хватает, ну, лично мне, простите, не хватает знаменитой финской модели образования, которая очень социально направлена, которая про креативность и созидание мало что говорит. Таким образом, я хотел бы обратить внимание вот на эти совпадения и несовпадения. Это очень важная история, и мы считаем, что модель образовательных результатов умной школы развивает традиционную современную компетентную модель в сторону ее большей созидательности. Спасибо. Спасибо, Александр. А будьте добрыми, как бы. Так, а можно презентацию? Спасибо, коллеги. Сейчас включится. И на самом деле хочется сказать, что вот действительно развивая и говоря про такие навыки, что сейчас необходимо и школьникам, что сейчас необходимо, на самом деле, для развития как в цифровом обществе, так и на самом деле сейчас. Вот самый главный момент, чтобы ребятам было интересно. Вот простите за такой очень простой язык. Но на самом деле все, кто связан с образованием, кто работает с ребятами, вот подтвердите сейчас, да, вот руками. Вы согласны, когда дети заинтересованы, они лучше воспринимают материал. Абсолютно так. И поэтому, когда исследования более 60 тысяч детей показывают, что более 80 ребят хотят учиться в школе хорошо, но менее 35% действительно идут в школу с удовольствием, вот тут, наверное, одна из тех проблем, в которой кроется то, почему у нас не запоминается, и еще и дети болеют, и еще много-много других составляющих. Поэтому, как только мы начинаем действительно развивать в них желание учиться, а это связано, как ни странно, со всеми теми навыками, компетенциями, которые прекрасно укладываются в представленные модели коллегами, просто конкретно вот по этим навыкам, компетенциям мы вместе с ребятами в онлайне, в оффлайне, на сменах в артеке, при обучении педагогов, но уже сейчас большинство регионов России, они начинают развивать вот эти мета-компетенции разных видов мышления, эмоционального интеллекта, о котором сейчас говорили, какой-то из ключевых составляющих понимания себя, умения взаимодействовать с другими, только еще, конечно же, виртуальное сотрудничество, межкультурная компетентность, потому что, ну да, мы живем в период распределенных команд, и это очень важно. Так вот, что самое замечательное, все эти компетенции отлично начинают развивать педагоги и развивают в рамках образовательных программ. Когда дети пишут сочинения на тему образ русской женщины в произведениях 19 века, в этот момент, вау, они развивают системное мышление. А еще я всю жизнь говорил в прозы, да, как это было, в общем-то, у одной из классиков. Это правда можно. Не все, конечно, так легко, как я сейчас говорю, это действительно определенные навыки подачи материала, когда ты в рамках математики, литературы, географии, иностранного языка, программирования всех остальных предметов, действительно помогаешь развивать все эти навыки, о которых сейчас были представлены в разных моделях. Но главное, что это практика. И об этих же, что самое важное, действительно, ну, это одна из таких точек, с которой мы работаем, это технология скиллфолио, технология построения цифровых профилей, талантов и компетенций ребят, которые сейчас для педагогов многих становятся таким дополнительным инструментом, на самом деле не только диагностики, а скорее постановки целей и акцентов. То есть я хочу в рамках литературы вот у этого ребенка развивать креативность. Я делаю те или иные действия, мы обучаем педагогу, да, как, каким образом в рамках литературы это будет. А дальше ребенок оценивает, насколько у него развилась креативность, педагог и все остальные. И чтобы вот точно понять, что это правда возможно, сейчас очень много... Ой, а где ямки, выпуклость? Так, ладно, тогда придется, не хватает одного слайда, тогда скажу на словах. Все, наверное, из вас помните вот такую вот картинку с детства, ваза или лица. Помните, да, такая черно-белая картинка, поднимите руку, если представляете ее, ну придется немножко с воображением включить, к сожалению, что-то со слайдом. Так вот, понимаете, в чем дело? Там, значит, найдете сейчас в интернете, если кто-то не вспомнит. Вот что важно, мы можем в одной и той же картинке, которая не меняется, но в ней мы захотели увидеть лица, мы видим лица. Мы захотели увидеть вазу, мы видим вазу. То есть история смыслов, как ключевой момент работы с информацией, о которой вот очень замечательно сказал Александр, это вопрос не философии, это вопрос конкретно нейрофизиологии. Если я мозгом хочу увидеть белое, я вижу белое, и оно становится главным. Если я хочу увидеть вазу, да, я наполняю эту информацию смыслами вазы, я вижу вазу. Если я наполняю эту информацию лицами, смыслами, я вижу лица. Это очень важно. То есть завершая, хочу сказать, что как только педагоги действительно обращают внимание, какие компетенции они хотят развивать в рамках своего предмета, они его действительно развивают. Ну и детям становится интересно, и, собственно, материал усваивается гораздо лучше. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот все участники выступили. Я хотел бы добавить несколько слов от себя. Все-таки есть возможность еще втиснуться и модератору. Можно кликер? Если можно, презентацию поставьте. Собственно, главное, что я хотел сказать в этой презентации, это дать некоторое соображение на тему о том, что такое цифровая грамотность. Если... Ага. Следующий. Ага. Вот. Значит, мы действительно по-разному звучали определение вот того, что такое жизнь в информационный век, в цифровой век. И здесь, мне кажется, то, что можно было бы принять в качестве одного из таких определений. Речь идет о том, что в каждый момент времени, как уже звучало, какие-то основные цифровые технологии используются широко и повсеместно, и профессионалами, и просто обычным человеком. И вот это главный пункт – использовать распространенные доступные цифровые ресурсы, к которым мы относим инструменты, источники и сервисы, для повышения эффективности своей деятельности. Главный элемент цифровой грамотности – осваивать новые цифровые ресурсы и использовать и осваивать модели мышления, коммуникации, деятельности, учения, перспективности в цифровом мире. То, что называется иногда computational literacy. Вот этот третий пункт здесь имеется. Надо заметить, что вот за последние десятилетия это понятие не изменилось. Оно, так сказать, инвариантно, хотя цифровые технологии меняются достаточно быстро. Вот здесь примеры текущего года. Нынешние цифровые ресурсы – это инструменты деятельности, всевозможные редакторы или 3D-принтеры. Это источники, которыми наполнен интернет, это сервисы, поисковые системы, облачные хранилища и так далее. То, что сейчас происходит, это следующее поколение – система голосового ввода, интернет, вещей, беспилотный автомобиль, цифровой дом и так далее. И с помощью них можно выполнять то или иное виды деятельности. Например, проектировать, создавать объекты и процессы, моделировать и предсказывать, искать, записывать, собирать, сопоставлять и оценивать информацию, взаимодействовать с другими и учиться. Вот это и есть наше представление о том, что такое цифровая грамотность сегодня. Всё, спасибо. Давайте перейдём теперь к вопросам. Пожалуйста. У меня, Леонид Барков, у меня вопрос, пожалуйста, Горякова, извините, не запомнил отчество. Сергеевна. Вы остановились на разговоре, на исследовании преподавателей и родителей, если нам позволят вернуть вашу презентацию. Не успеем, поэтому... Чем это исследование закончилось, очень бы хотелось. И какой вывод специалисты сделали из этого несоответствия, о котором вы говорили? Оно закончилось тем, что учителя относительно готовы развивать критическое мышление, но не верят в то, что можно развивать креативное. И они не считают, что школа должна развивать навыки коммуникации, сотрудничество с другими людьми. Это всё считает соответственностью дома, семьи. Семья тоже себя за это ответственно не считает. И ни школа, ни дом не считают себя в ответе за умение учиться. То есть вот то, чтобы ребёнок как-то научился заинтересоваться учёбой, за это не берёт на себя ответственность ни школа, ни семья. Следовательно, нам нужно общаться и с учителями, и с родителями, стараясь разъяснить им, обсудить с ними то, что вот мы сейчас обсуждаем здесь. А Вы что считаете наиболее эффективной формой такого воздействия? Как это делать лучше? Вот, например, Нидерланды, они, начиная подобного рода реформу, начали просто с центрального телевидения. Спасибо. Я, значит, просьба, спасибо, Тигран, за напоминание, чтобы те, кто задаёт вопросы, пользовались бы микрофоном, чтобы можно было осуществить перевод. Поэтому поднимайте руку, мы постараемся быстро доставлять микрофон. Так, ещё вопросы? Значит, настолько обрушилась информация вся за эти самые 20 с небольшим минут, что вопросов пока не видно. Возможно, у панелистов есть реакции на высказывания друг друга. Может быть, кто-нибудь из сидящих перед залом хочет что-нибудь добавить в паре предложений от себя или отреагировать на выступление другого. Я хотел попросить тогда Марии Сергеевны, если можно, отреагировать, поскольку у нас получилось продолжение темы, прокомментировать вот это развитие компетентной модели в сторону созидательности. В удовольствии. Мне кажется, что когда мы говорим про созидательность, мы вводим в эту модель некоторый элемент ценностный. Безусловно, да. А мы старались сделать модель, которая относительно измеряема, которая, грубо говоря, тренируема, да, то есть то, что можно формировать в ходе практики, а потом как-либо оценивать, понимая, что получилось у нас, не получилось. Мы понимаем, что, и нам нередко говорили, что где у вас нравственность, а где у вас культура, ценности, в общем, то, что делает человек о человеке. Мы признаем, что оно там быть должно, но мы пока что не понимаем, как это включить туда, чтобы потом понять, вот мы это включили. Дальше у нас это остается на уровне деклараций, или мы можем как-то сказать, что ура, в школе это получилось, вот он вышел, ребенок созидательно, творческий. Понятно. Спасибо, но я буду рад, если мы потом продолжим это обсуждение, потому что у нас есть к этому подходы. Да, да, это очень важно, да. Спасибо. Вот хотел, можно тоже откомментировать по поводу... Микрофон есть? Да, есть. Можно ли измерить, собственно, ценности, да. Но вот мы такую попытку у себя внутри делаем каждый год. Как это выглядит? То есть у корпорации «Российский учебник» есть набор корпоративных ценностей. То есть как мы себя видим, какие мы внутри. Ну, это про профессионализм, про ответственность, это про качество и так далее. И для нас эти ценности, они, по сути, трансформируются в определенные паттерны поведения. То есть как мы себя ведем и как мы себя не ведем. И в этой ситуации вопрос оценки соответствия человека ценностному полю, он превращается в ответ на вопрос, а вот эти паттерны поведения, они вообще присутствуют или нет? Если присутствуют, то как часто? Потому что если говорить про паттерны, если он погружен и свернут, то есть когда это происходит на бессознательном уровне, на уровне именно ценностного поля, то в этой ситуации определенный паттерн проявляется всегда. Вот на человека воздействует какая-то информация или другой человек, и у него автоматически проявляется то или иное поведение. Значит, в этой ситуации вот та ценность, она глубоко в нем, и она уже погрузилась, свернулась и уже вот выдается в качестве автоматического ответа. Ну и тогда мы говорим о том, что действительно она проявлена в нем. Спасибо. Если она время от времени, ну тогда другой уровень проявления. Ну и, в общем, нашли инструмент похожий, и нам кажется, что он работает. Как можно уточнить, это же возможно наблюдать в долгосрочном, в длительном наблюдении? Как это можно делать каким-то разовым замером? Естественно, это наблюдается в долгосрочном, да. Но если говорить про школу, то это же как раз речь и идет о возможности долгосрочного наблюдения. Я могу... Наверное, как... Извините, буквально как раз... Наверное, так же, как и развитие компетенции. Мы тоже не разово все-таки меряем, да? По всей модели, мне кажется, и правильно? А все-таки тоже в неком динамике, я говорю. Да, безусловно, в динамике, но, тем не менее, креативность, критическое мышление, их можно замерить разово, условно говоря, на входе и на выходе. То есть не нужно именно в наблюдении их отслеживать. Спасибо большое. Я хотел бы вот добавить по вопросу о наблюдении, что здесь цифровой мир и цифровые технологии тоже оказываются существенным элементом. На самом деле, все, что происходит, постоянно записывается и фиксируется. Я вот думаю, что, скажем, то, что сейчас мы здесь разговариваем, это записывается на аудио-видеокамеру, и поэтому это остается, так сказать, в некотором смысле вечности. А это очень важный паттерн такой общий, глобальный и важный для детей. Детям важно понимать, что все, что они делают, тоже это постоянно где-то записывается. Отсюда вопрос наблюдения и вопрос экспертной оценки поведения становится иначе. То есть, с одной стороны, например, учитель может набрать портфолио из поведения ребенка конкретного, а с другой стороны, можно взять случайные элементы, например, тем элемент урока, где этот ребенок выступал, и увидеть, каковы коммуникативные навыки конкретного ребенка, как он воспринимает возражения, как он, наоборот, выдвигает какие-то спорные моменты и так далее. Поэтому цифровая фиксация – это некоторые новые измерения, в том числе и для измерения компетенции. Еще вопрос, кто это был? Да, пожалуйста. Микрофон возьмите. А, рядом с вами стоит микрофон, пожалуйста. Ну да, у меня вопрос, на самом деле, будет продолжать все наши обсуждения. Нужно ли, во-первых, как мы собираемся мерить эти компетенции, во-вторых, нужно ли, в принципе, их мерить, и насколько вот этот сбор информации в цифровое портфолио, в принципе, может следовать этой цели измерения компетенций. В общем, здесь много разных историй, когда сбор этой информации о том, как учился тот или иной ученик, в общем-то, ничему хорошему может не привести. Я думаю, что надо считать, что это высказывание, а не вопрос. Нет, нет вопрос, как избирать. Избирать экспертно. Микрофон, включите, пожалуйста. Да, значит, не сколько измерения, сколько рефлексия. Для нашей вот этой ценностно окрашенной истории, спасибо на то, что обратили на это внимание, это принципиально важное, и вообще, если бы у меня было не 4 минуты, а 8, я бы успел сказать, что первым делом выпускника умной школы опирается на нравственные и ценностные основания. Надо было с этого начать. Может быть. А последним делом он осмысляет не только результат, но и себя самого в достижении этого результата. И тут никуда без ценностей не деться. Я просто понимаю, что с коллегами разные задачи, поэтому немножко разошлись. Значит, измерение – это скорее рефлексия, это работа с ценностным наставником, это помощь взрослого, все уменьшающаяся с возрастом, но по-прежнему важная, понять, как я действовал, на что я опирался, как я ценности, ну, может быть, на младшем классах это даже и слово не звучит, как я их соблюдал, как они были для меня примером или приоритетом, или вот скрытым паттерном. То есть эта история для нас не сколько измеримая, сколько наблюдаемая. И тем самым можно возвращать результат собственной деятельности ребенку для того, чтобы деятельность направить в направлении его развития. То есть для меня тут противоречий нет. Что касается фиксации повсеместной, все уже, забудьте, цифровая среда накапливает все. Надо не сколько этого бояться, сколько научиться с этим работать. И в этом, кстати, ее огромные преимущества, потому что вот это сравнение, нам же нужно, зачем мерить, зачем нужно сравнение, чтобы мы поняли, мы вообще вклад внесли в результат образовательный или нет. Что сделала школа, что сделала среда, что сделали все, изменился ребенок в отношении к самому себе или нет. Но это можно назвать измерением, можно назвать как-то по-другому. И среда в этом смысле создает огромный результат. Это их главное достоинство. Мгновенная обратная связь по огромному, цифровая среда я имею в виду, по огромному количеству параметров. Хочу добавить одно слово, что та рефлексия, о которой говорил Марк, она тоже использует цифровую среду. Цифровая среда это то зеркало, там черное и белое, не важно, через которое ты видишь, что ты делаешь. Ну и немножечко не только про рефлексию, а скорее такую комплексную историю. То есть очень важно при измерении понимать цели. То есть, например, когда мы делаем технологию скиллфолио в Артеке в рамках смен цифрового поколения, профессии будущего, школы будущего, это история и про самооценку ребят, какой опыт они получили, какие ролевые модели, причем через компетенции креативного, там цифрового мышления и другие вещи. И что очень интересно, это, конечно же, и введение 360 здесь тоже, как они сами оценивают, как они свой опыт и компетенции, разово через тренажерчики, условно, скажем так, объективной оценки, опыт от вожатых и опыт от родителей. И вот, наверное, на стыке вот этих вот соединений действительно мы понимаем, как это измерять. Это всеразвивающаяся технология, но самая главная цель, да? Микрофон передайте, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста. Спасибо за возможность задать вопрос. У меня такой вопрос. Мы уже цифровую среду несколько лет развиваем, и на масштабном оно получило буквально года 2-3, и мы даже видим. Есть ли какие-то изменения кардинальные, что произошли в школе или в университете после введения цифровой среды? Обучение стало лучше, общение больше, что-то изменилось, и к чему бы это дальше гиперболизировано бы двигалось? Ну, я могу быстро начать отвечать. Использование экрана сильно помогло учителю и детям. Это не 3 года назад произошло, а там 15, но это повлияло. Если можно, отрефлексирую на введение цифровой среды в школе. То есть, на мой взгляд, еще об этом говорить рано. То есть, конечно, информационные технологии начинают сейчас использоваться в школе и дают определенные преимущества, как с точки зрения возможности использования просто других медиа в донесении того или иного знания, той или иной информации. Ну, если раньше это текст-картинка в учебнике, грубо, то сейчас возможность расширяется тем, что можно давать и аудио, и видео, и, соответственно, какие-то интерактивные формы работы. И все это главное смешивать в одном уроке, прямо в одном месте. И это все дают современные цифровые технологии. Если говорить про изменения, которые происходят, вот хотелось бы, например, рассказать про проект. Есть такая федеральная целевая программа развития образования, и там пункт 24 относительно изменения содержания школьных библиотек. В рамках этого проекта в 2016 году школы закупили права на предоставление электронных книг. Соответственно, вот 22 региона выбрали решение «Литрос библиотека». И поэтому, поскольку я член сайта директоров этой организации, у меня есть доступ к цифрам, мы увидели очень интересные вещи. Мы увидели, что по мере развертывания этой истории без дополнительной какой-то рекламы дети начали читать. На старте у нас, извините, было порядка там тысяч книговыдач, а когда проект развернулся в полной мере, это были десятки тысяч книговыдач в неделю. Книговыдача — это выдача одной книги одному школьнику на руки, чтобы он ее мог прочитать. Причем, если посмотреть профиль чтения, то нельзя сказать, что дети сосредоточились только на произведениях школьной программы. То есть, распределение было таковым, что на 10 самых популярных произведений приходилось примерно 86% книговыдач. То есть, хвост был достаточно тоже длинным, большим, и количество чтений там было тоже достаточно приличным. Вы никогда не угадаете, какой регион был третьим по, скажем, количеству книговыдач в целом на одну школу на одного ученика. Как Вы думаете? Москва. После Москвы и Питера. Не Москва и не Питер. Вот первые два места это не Москва и не Питер. Третья Москва. Чечня. Третья Москва. Спасибо большое. Чечня, потому что дети, получив доступ к контенту, просто начали читать. Они по своей природе любознательны. Дайте им возможность и они будут ей пользоваться. Александр, спасибо. Последний вопрос и небольшое завершение. Здравствуйте. Меня зовут Денис. У меня, значит, сеть кружков по робототехнике. И у меня вопрос по теме. Тема наша называется «Чему учат школы? Что нужно самому школьнику в веке цифровых технологий?» У меня вопрос ко всем. Как Вы думаете, счастливы сейчас наши дети? Потому что один из докладов, Виктория, которая ушла, у нее было сказано, что дети должны быть счастливы. И счастливы сейчас дети, и что необходимо добавить в цифровых технологиях, чтобы они стали счастливее. Спасибо. Это был последний вопрос. Сейчас короткие высказывания и на тему вопроса, и в целом по завершению. Пожалуйста. Большое спасибо за вопрос. Я не знаю, применимые лета к детям России, рады ли они, но здесь существует два момента. В октябре стартует наш проект по человеческому капиталу, и здесь мы будем измерять результаты на разных уровнях. С точки зрения того, что требуется для того, чтобы достичь успеха в школе, здесь важна как поддержка с разных сторон, так и вопроса мотивации в целом. То есть насколько ребенок мотивирован, чем больше студенты, ученики мотивированы, тем больше можно снивелировать эти социально-экономические недостатки, которые имеются у детей из необеспеченных семей. Конечно же, преимущества могут в России, например, это фундаментальное образование, это я думаю, что можно измерить большое количество различных показателей. Эта оценка должна быть комплексной. Есть несчастливые, есть вопли по поводу школы. Как только на школу начинаешь наезжать, кто встает и говорит, а у нас в школе сегодня так все хорошо и это правда. Значит, что цифровая света может сделать? Когда дети несчастливы, когда они неинтересны, они интересны, когда они по принуждению учатся, а не потому, что им это нужно, им это важно. Вот цифровая света может обеспечить ту самую индивидуализацию глубоко. и можно допускают шпильки между шпильки, шпильку в адрес учебника хочу. Когда издатели начнут с учебника не просто перекладывать туда копиями своими, делать место цифровой версии цифровую копию, а когда они будут делать сложные, многосвязные контенты, адаптивные, откликающиеся на запрос ученика, тогда станет гораздо более интересно учиться, потому что ни один не будет учиться по одной и той же линии, которую сегодня учебник навязывает. И это может сделать детей более счастливыми, Спасибо. Ну, Александр уже сказал, что счастье пришло в чеченскую деревню благодаря электронным учебникам. Так что на этом мы завершаем нашу панель. Давайте поблагодарим аудиторию и всех панелистов.